Вы на канале Руслан и его план. Я сегодня сравниваю каяк и моторную лодку. Необычное транспортное средство. Дождь валит. Одного за горб взяли. Остановка «Затерянный мир». Цвет воды совсем другой стал сразу. Ну, пленящий просто. Снило свесет. А я ее тащу. Она вот такая. На волнах кидала так, что усик она била в трусики. Первую преграду преодолели. Видишь, каждый раз думаю, как мне зашибись с каяком. На плечо раз, я уже рыбачу. Рыбаков. Толпа. Все собираются в море, несмотря на дожди. Запах бензина на лодке. Давно забытое ощущение из детства. Мы только вот на моторе в детстве с дедом ходили. Ял 6 у нас был. Вначале креветку тралишь. На малом ходу трал сзади. И меня, я помню, что аж тошнило от запаха. Бензин, солярка, что-то такое. И креветку перебираешь, трава еще воняет. Ну, по василям ловите, посадите. Ну, давай и туда, сколько. Ну, надо от ветра уйти. Про фотоохоту слышал, а про фото рыбалку еще нет. Так, самодуры, самодуры. Как давно я этого не делал. Да, вот это спортивная рыбалка. Потому что спортом как бы занимаешься весь день. Машешь палкой вот это. Туда-сюда. Первая рыба, первая рыба, кажется, со дна. Вот она такая, не оставили-то. Надо подольше там ее гонять, она довешивается. Сколько нужно? Соревнование идет о количестве штук. Я три вязал. Самодур дело такое. Либо придется перезаходить постоянно, либо придется на яхоть встать. За хвост. Знаменитый жопный захват применил один из рыболовов. Секретный прием. Да, да, да. Несненалка, это римель. Такая наживка, кстати, неплохая. Доизучно. Как там цветок, это, кстати, вкусный вариант. Я попробую. А, это вкусно. Без хвоста, все даже лучше. Нет, а бывает еще круче. Бывает такая плоская, где прям вловишь, не оторваться, живешь на месте. Товарищ езжит в ночную рыбалку. Фонариком светишь, говорит, самса, говорит, открывается. Сочетку мне, да? Да, да, на наживке. Неотворимый плюз моторной лодки перед каяком. Быстрые переходы. Там эти солнечные панели поставил кто-то на инжире. И вон стоят. Бытовочка там вся херня. Обживив люди. И кто же тут ловится, интересно? Окунь? Окунь. Окунь, смотри, угадал. Тоже хороший. Нормально, да. Если хорошо ловится. Красиво, безветренно. Пуга, значит, мама. И иногда я ей тоже рыбу передаю. И она говорит, слушай, ты передавал, такая рыба вкусная, вот с коричневым хвостом. Я давай думать, что я ей мог передавать с коричневым хвостом. Думаю, каменного окня, может, или ерша. Передавал ей то, и другой говорит, нет, все, не то, не та рыба. И потом только до меня доходит, что это пикша была с коричневым хвостом. Если ее удачно пожарить, на самом деле, она достаточно прикольная. Она такая особенная. Да, типа как треска, типа как хек, ну, только свежая, да, и поэтому прикольная. Крупную я бы не отказался ее поймать. Так что попробую донки попозже. Заодно вместе с донками там на лесу на Катрана можно и на пикшу поставить. Тоже на куски рыбы. Давай, сейчас кину, поймает. Ну-ка, взять. Давай, дрессированная моя. Надо ей рыбу поймать. Не жадничать, пикшу какую-нибудь отдать. Видишь, ей руку поднял, уже летит. Лови. А, ты что, она же живая. А, поймал, поймал, поймал. Еще хочет явно. Ну, креветку, ладно, дам тебе. Так они интересны, чайки. Они видят, когда ты зеленуху тянешь. Ну, особенно вот в Ширноморске с дедом, когда рыбачили. Она видит по тому, как удочка гнется, как ты реагируешь, что что-то не то. И сразу уже подгребает, подгребает. Типа, я здесь. Давай, мне зеленуху, мне. А еще интересный момент, что когда дракона ей кидаешь, даже молодой чайке, ну, первого года, она этого дракона ни разу в жизни не видела. Так она его полощет вначале. Берет клювом и выполаскивает из него яд прямо. И потом жрет в сторону, глотает. Не нужно здесь. Да не, мы едим-то тоже, что нормально. Но вот она боится об этот шип уколоться. То есть генетическая память, получается, работает. Вот эти коричневые, когда она в коричневом окрасе, еще чайка, это первого года только. Дождь валит. Все как по прогнозу. Бинокля нет с собой. А вот я таскал какое-то время половину от этого сокола корабельного, кто-то спер, видимо. И мне досталось. И очень удобно. Стоишь, оп, посмотрел, ловят, не ловят. Бинокль все равно увидишь, блеснуло там. И уже есть смысл плыть или не плыть. На моторик, конечно, это не так важно. А с каяком прям меня спасало от лишних переходов. Потому что ты стоишь под берегом, ловишь ласкиря, допустим, на джиг, там все остальное. Чуть перестал отливать, думаешь, ну там, может, ловят что-то получше. И достаешь бинокль. Ну, может, какая креветка вообще вкусная. И она еще меньше, тем вкуснее. Это правда. Кстати, с мая пойдет уже сезон, можно будет сходить на трал. Трал есть, все есть. А с 26-го уже запрет. Чайку приманивает, показывает ей. Она отвернулась, слышишь, в другую сторону плывается. Скажи, да пошли вы. Опа. Есть. А еще. Дождик кто есть, то его нету. Чайку еще покормим разочек мелкой с давлидой. Илья, все там делаешь. Все делаешь. Он еще с нами туда сейчас перейдет. Четвертый как раз будет. Да. Полная пассажа. Погнали. Да, грот. Дыхание дракона. Да, палец дракона. Должен фыркать, когда волна оттуда выходит. Да, красота. А ты наел туда? Я был там с маской. Там внутри полость такая. Выныливаешь там карман такой. И всегда очень холодно. Даже летом там выходит холодная вода. Ну, видимо, потоки грунтовых вод. Да, шпрот, что ли. Вот ее почему-то. Вот-вот кто-то и есть. Красиво. Это вкусно. В общем, вкусно. На, былку, короче. Бывает тюлька плоская, там там и пигменты. А вон и дырки от снарядов, да? Стат ядер пристреливали, когда корабли со фушку ровно пристрелять в качестве прицела. И турецкие наши. Вон они. И здесь. И здесь тоже еще. Обалденно. И цвет воды совсем другой стал сразу. Да, да. Ну, он был бирюзовый, да. Перед того, как вы сюда слили, цвета будет. Да. Лучшая рыба – это колбаса. Одного за горбину взяли. Ника звонит. Если охуни, да их будет много, оставь мне несколько штук на сашими. Ну, и действительно хорошо. Буквально 10 минут под солью. Потом снимаешь с ней кожу. Снимаешь филешку. И еще под уксус фруктовый. И все. Они просто бомбы. Остановка «Затейный мир». Заповедная зона. Красиво, но нельзя, да? Пляжик шикарный. Ну и вода. Цвет, да? Просто безупречно. Рыбу не пометируйте. Народное название человеческое. Пляж «Жопа». Вот она. Поднял? Да. Вытянем, да? Ром, давай тоже потянем. Хотя мы и сами справились. Сегодня у нас необычное транспортное средство. Для меня необычное. Ни разу в жизни не выходил на такой моторной лодке. Ну что ж, поделюсь своим опытом. Это было интересно. Динамично. Подвижно. Мы смотались в 10 разных мест, чего я не смог бы сделать на каяке точно. Но были и свои минусы. О них немножко позже. Пока предлагаю вам насладиться красотой этого места. Как вам туман сверху в горах? Сегодня было все. И солнце, и дождь, и туман, и ветер. Мне понравилось. Посмотри, какая заводь. Летом здесь наверняка крутится куча кефали. Обалдеть. А там цветет какое-то дерево. Пойдем глянем. Запах хвои. Сосна крымская. О, пенящий просто. Ммм, да это слива. Слива сведет. Шмель, смотри какой. Отличное место за стояночки, да? Остановился бы здесь на пару ночевок. С таким видом. И с такой рыбой. Ммм, класс. Райское место. Тут заготовы дровишек. Райское место за стояночки. Так, сейчас почистим лучок. Давайте с тавриной скинемся. У меня дед так готовил. Это известно именно черноморское блюдо. Называется оно шулюм. Или шкара. Из мелкой рыбы. Особенно ставридка удобно. Вот. Просто режешь лук кольцами. Выкладываешь его на дно казанка. И дальше слоями выкладываешь рыбу. Все. Лавровый перец. Там, в смысле, лавровый лист, перчик. Можно еще один слой положить. Кучок ложили. Кладем нашу ставриду. Можно и с любой другой рыбы это сделать. Но со ставридой проще. Не нужно чистить. Потрошить мы ее тоже не будем. Там у нас тавриду-то, блядь, и не было. Ага. Так. Перед горошком кинули лавровый лист. Где у нас? Вот лавровый лист. Все хорошо тогда. Тогда хорош. Места вреды много еще на дне, но она уже мелковатая. Делаем еще раз кучок. Второй слой. Слои можно продолжать бесконечно. У нас всего три человека, так что нам хватит. Я взял пару луковиц. Можно было и больше. И еще раз горошек. И еще раз ставрида. От себя добавлю еще немного лимона. Отлично. Так. А столь-то я с собой не брал. Но благо вода в море соленая. По основному рецепту как бы добавляют пополам. Пресную воду и соленую из моря. Вот. Ну и вообще мы, кстати, уху как-то варили. Не взяли с собой воду. И варили просто на морской воде. Но было перебор. Чуть солоновато. Ну, сама рыба шикарная. Вот. Ну, а здесь, поскольку это не уха, то мы как раз сейчас пополам и смешаем. Прямо подбегом не буду набирать. Потому что здесь водоросли. А еще и песок, который бы там на зубах хрустеть будет. Ох и скользкие камни. А вот здесь уже неплохо. С морской приправы еще. Вон сочи плодоросли плавает. Соленая вода. Да, доцеленный мир вообще. А это наш улов. Точнее, мой личный. Ну что ж, окунь клевал неплохо. И даже не маленький. Симпатичная куня. Мы тоже будем готовить дома. Ну, я начал под этот... О, не науки точно будет. Ну, я же ела так вот у вас. А он будет уложиться. Да, да, да. А, красота, закипает. Минут через 15-й будет готово. Ага. Вы на канале Руслан и его план. И мы готовим шкару в затерянном мире. Ну, почти. Рыбалка удалась. Отличная погода. С утра был небольшой дождик. А теперь все классно. Хорошая, теплая атмосферка. Приятная мужская компания. Классное транспортное средство. Я сегодня сравниваю каяк и моторную лодку. Честно признаться, у меня не было опыта выхода на резиновые моторные лодки. Вообще ни одного в жизни. Для меня это в первый раз. И в целом мне, конечно, понравилось. Кое-что понравилось, кое-что не очень. Хорошо, что погода была тихая. Потому что в детстве-то мы ходили с дедом. У нас был Ял-6. И я помню, что когда весь день в нем просидишь на волне, поясница устает, задницу натирает. Проблема в том, что у тебя внутри лодки кидает, да? На чем бы ты ни сидел. А в каяке ты сидишь как влитой. И вместе с ним поднимаешься на волну. И все остальное можно просидеть весь день. И выйти немножко пошатываясь. Но с совершенно здоровой поясницей. С ненатертой задницей. Но, конечно, из однозначных плюсов. Во-первых, возможность взять с собой друзей. То есть лодка взял, посадил. Кого угодно. Люди, которые не могут грести сами. Плюс скорость передвижения. Мы шли на Глисе. Где-то скорость 20 с небольшим километров в час. Так что от Балаклавы до Мыса Айя за 10 минут. Дальше на Затерянный мир. Все это повышает свободу действия, да? Ну, с другой стороны, если ты знаешь, куда ты идешь, если ты ориентируешься на каяке, в принципе, это тоже какие-то незаоблачные дали. Ну, потратишь, типа, на полчаса больше. Но, в целом, прикольно. Не считая того, что, правда, лодку мы собирали, наверное, сейчас. Пока накачали, пока повесили мотор, пока все остальное. А еще ее довезти, а еще бензин. Конечно, преимущество каяка никто не отменял в этом плане. Тебе не нужно ничего. Ты не можешь его никак угробить. Можешь вылезти на любой пляж. Не только на песчаные. Любые скалы и все остальное не угроза. Так что, меня часто спрашивают, на самом деле, что ты не купишь себе резиновую лодку? Да нет, в итоге не куплю. Разве что для того, чтобы выводить, там, тесто на рыбалку или каких-то друзей, еще кого-то с молодежью. Мы без проблем ходим. Каяк, сап и пошли. Все здорово. Все, в принципе, могут угрести. Плюс оно спортивное, интересно. Ну, кубики на прессе не упоминаю. Это как бы автоматически происходит у каякера. С резиновой лодкой, конечно, такого нет. Ну, и дело не в самих кубиках, а в здоровом образе жизни, в кардионагрузках, да. То есть, это реально прям продлевает жизнь. Плюс меньше вопросов с инспекцией маломерных судов. Меньше вопросов вообще, каких бы то ни было. Можно выйти где угодно. Пойдем посмотрим, как там наша шкара. Ага. Закипает сейчас. Немножко убавим огонь. Еще и покупаться, и с ружьецом нырнуть, да. И остаться с палаткой. Надо пекать почью, у костра посидим. Да, они же там штат-баум поставили. Прописка должна быть рядом, именно там? Ну да, да. Можно слицевать у кого номера? Теоретически можно. Ну, конечно, понятно, не для всех, опять же, получится. Я считаю, раз это, блядь, такое место здесь, не надо. Конечно, конечно. Слушай, давай еще следующий ход, скажем, нужно вообще пирсики построить для рыбаков. Со свещением, со всеми делами. Как в Японии строят. Не то, что пирс, и на него рыбакам вход заплещен, да. А наоборот, то есть специально на пирс, для того, чтобы ты пришел рыбач со светом, со всеми делами. Можно ларек со снаряжением даже поставить. И он будет там денег, да. Конечно, бюджет на все дела. Ну что, к столу? Ну, он вся расцепается, конечно, в руках, но аккуратненько. В общем, даже. М-м-м, очень даже. Не, он даже с мокрыми руками глеет. Брочаточки, нормально. В детстве в черноморском баранину всегда так готовили. Называется тузлук. Тоже просто лук, ай-барань на свежее. Тушится. Ну, лучок такой еще подсоленный делается. Да, ну, зашумись в плане отсутствия мороки. Просто сложил рыбу, просто нарезал лук, все. Жена научила, казалось бы, меня, рыбака. Научила мозги высасывать у рыбы. Чувствуешь связь, да, жена? Мозги высасывает. Можешь было ведро и полное набить. Тоже съелось бы. Деликатес, он на то и деликатес, что его не должно быть много, да. Там, в Испании, такую дичь ели. Типа, ну, с мидиями сложно сравнить. Короче, называется Persebras по-испански, а по-русски пальцы дьявола. Такие штуки, как с ногтями длиннющими растут в ущельях скал, в местах прибоя. Каждый год гибнет чуть ли не человек 20 по всей Испании сборщиков этих Persebras, потому что смывает постоянно прибоем. Вот, и, блин, да, нырял с ружьем, заодно нашел, тоже сами готовили, потом в ресторанчике их пробовали. Прикольно, похоже между раком и мидией. Отламываешь вот эту голову, она брызгает еще обязательно соком. Вот в ресторане, это кино, все друг друга забрызгивают. Так, мозги, иди-ка сюда. А что насчет бульона? Я его попробую. Правда, еще горячий. Да, если бы мне кто-то сказал, что я буду жрать вареную луку не в себя, я бы сказал, что, наверное, подвоюсь. Не поверишь. Пусть, кстати, не поверишь? Да. Других слов нет, просто как есть. Котелочек надо, конечно, помыть от гари. И подостудить вот это. Это, кстати, прикольное. Что-то тут. Вот, дядька Сыргука. У них протоки, говорит, там если навигатора нет, то можно, говорит, даже заблудиться. По-любому. Говорит, они вот так вот заезжают, там лес, тайга, все. Все. Это мы здесь дольфоберезвее плаваем. Не заблудишься особенно. Кая, смотри, класс. Что надо? Ты с лучком. Очень вкусно. Офигенная свежая рыба. Очень быстро приготовилась, очень легко естся. Бульон потрясающий. Будем обязательно так еще делать. И лужка побольше. Меня тут так кидало усики. Я не удивлюсь, если усики уже и в трусике. Рома жалует, что его на волнах кидало. На волнах кидало так, что усики набило в трусики. Главное, не забыть высосать мозги. Все забрали? Ну, вроде все. Вроде все забрали. Так, что мы сюда? Вот пошли там, где лодки стоят, заловим усика, да? Да, да, да. И все. Напротив серый. Бьет. В атаку! Субтитры сделал DimaTorzok